Музыка Открыто и честно о себе, о предназначении, о главном, подлинные чувства и эмоции. Это больше, чем сама жизнь. Сегодня в нашей программе Ирина Черненко, ее личная интонация и керченская история. Музыка Главное это то, что в моей жизни было море, главное то, что мои дети связаны с морем, главное то, что я живу в городе, который я люблю, что жив и здорова моя семья, и что у моего города и у моего порта, я очень надеюсь, есть будущее. Жизнь меня научила тому, что не стоит бояться перемен, что как-то вот всегда получается в моей жизни так, что все перемены к лучшему. Но все, что не делается, делается к лучшему. Остановиться и внутренне улыбнуться всему, что казалось сложным и непреодолимым. Ей легко сейчас анализировать главные этапы. В них четко прослеживается направление и судьба в том, чтобы сейчас находиться здесь. Характер этого города нашел отражение в вашем характере? Я думаю, я этот город выбрала только потому, что он слишком был похож на мой характер. Вот такой вот работающий, город-труженик, город, который всегда смотрит в светлое будущее, город, который любит себя и любит себя показать людям. В общем-то, вот город, в который есть до что любить. Ирина Чернинко не из тех, кто жалеет себя. Ее отношение к работе и жизни одинаково требовательное. Она не умеет отдыхать, но очень хорошо знает, как это быть преданной любимому делу. Из этих окон вся панорама порта. Для нее это главная картина уже на протяжении многих лет. И вот через эти окна, мне кажется, каждое утро, такие виды, это как-то настраивает на работу. Конечно, настраивает на работу. Самое главное, настраивает на то, чтобы этот порт снова начал работать в полную силу. Потому что, когда я сюда пришла, все причальные плоскости были, все площади заняты были грузами. Погрузка грузов на судно, выгрузка на подвижной состав, подсчет штучного груза, контроль на линии, чтобы все было по технологии. Это вызывало у нее такой азарт и жажду к работе. Ночью выходишь на причал, вокруг краны светится, все это крутится, шевелится, работает. Это ощущение непередаваемое. Масштаб изменений в масштабе вида из окна. У нее на глазах шло строительство Крымского моста. Каждое утро новые изменения. Причем было видно с самого начала его строительства, каждая вновь забитая свая. Все это было здесь на глазах буквально. Поэтому для нас это не просто мост, который соединяет материк с нашим полуостровом. Это, наверное, еще кусочек жизни тоже портовской, потому что из любого окна управления порта было видно строительство моста. Сегодня Ирина Черненко – председатель профсоюзного комитета «Первичная профсоюзная организация Крымские морские порты. Профсоюзы работников морского транспорта Крыма». Удивляет ее, наверное, тренаправленность, сила душевная и желание помочь другим. Ее путь в порту весь прошел на моих глазах. Она не любит обещать, она любит выполнять. Это самое главное вообще качество человека, который вращается с людьми. Я бы просто сказал, если мужчинам говорят, что когда выражают им доверие и говорят им одно слово, даже два слова, я бы пошел с тобой в разведку. Так вот, с Ириной Николаевной я пошел бы в разведку. Она достаточно требовательная, при том, что если ты работаешь рядом с ней, тебе самому нужно постоянно прогрессировать, иначе ты просто не угонишься за тем темпом, который она задает. Она локомотив, у которого силы хватит вести за собой очень большой коллектив, и живчик она настолько, что, поверьте, надо спору многим молодым. Для Ирины Черненко действие – это показатель ответственности. Решительность отличала ее с самого детства, неравнодушие и участие во всем. Она уверена, что на этот город нужно смотреть с высокой точки, ведь именно с этого места и началось ее знакомство с Керчью. Гора Митридат. Не быть здесь, значит, просто не видеть. Керчью – это географический центр города, исторический обелиск памяти. Вот что вы чувствуете в этот момент, находясь здесь? Мне кажется, о многих важных вещах в нашей жизни, о их ценности стоит задуматься именно здесь. Нет такого дня, 9 мая, чтобы керчане сюда не пришли со своей семьей, не вспомнили погибших. Что чувствуете сейчас? Желание, чтобы все то, что задумано, и городом, и горожанами, и Крымом, чтобы это сбылось. Задуманы великие цели, поставлены большие задачи. Хочу, чтобы они все претворились в жизни. За что вы благодарите жизнь? Самые главные уроки, принципы, то, что вы вынесли в сегодняшний день. Я благодарна своей жизни только за то, что она заставила меня оценить каждый ее день. Вот каждый день прожитой жизни, даже, наверное, каждую минутку. И одна из главных достопримечательностей – это площадка с видом на Крымский мост. Да, это новая достопримечательность, но она пользуется спросом ничуть не меньше, чем все достопримечательности Керчья. Да, с видом на мост, вы видите, постоянно люди, причем постоянно учились, для того, чтобы просто сфотографироваться. Вот Крымский мост, запечатлели, да, вид на мост и название моста, которое хотели керчане, чтобы он был керченским. Но он крымский, потому что, правда, это мир в Крым, это въезд в Крым. Керчь стала главной историей, город, без которого она не знает своей жизни, больше 32 лет рядом с морем. Да, это не город детства. Ирина Черненко родилась в Котовске, Одесской области. Но это город юности и первых осмысленных решений. Это город, в котором произошли изменения. Безусловно, Керчь меняется. Керчь меняется разительно, стремительно, я бы даже сказала. Многим хочется, чтобы это было еще быстрее, безусловно. Но, как мы понимаем все, что слишком много перемен, хороших подвижек, так скажем, в жизни всех керчан да и всех крымчан в том числе. И, конечно же, для того, чтобы все было так, как мы мечтаем, как хочется, чтобы превратить Крым в Крым нашей мечты, для этого тоже нужно время. Она никогда не опережает события, ведь результат – это путь последовательных улучшений и большой работы. Морскую профессию выбрала случайно. Я вообще хотела стать врачом. Мама у меня фельдшер, хотела стать врачом. Да, ну, так сложилась судьба, что приехала в город Одессу, вышла, подошла к такси, спросила, какой у вас тут самый крутой институт в Одессе? Мне говорят, водный. А она, значит, я бы не туда. Вот так вот и решила. Комсомольский парк сложно узнать. Очень яркая иллюстрация городской жизни. Раньше это был заброшенный, заросший пустырь. Сегодня одно из любимых мест отдыха всех керчан. С родными людьми она всегда встречается здесь. Семья – это то, без чего вообще невозможно представить жизнь. Это наша первооснова, это то… А, зачем живем? Растем, да, то есть в семье мы живем, и ваша семья такой, например, большой, дружный, да? Да, безусловно. Я очень люблю свою семью. Вот это моя самая младенькая семья, мои дюйки маленькие. Мои звездочки, Ариночка, привет, котик. Больше всего, Настя хотела на руки бабушки, да? Это Настенька, это Арина. Это младшая, это Арина, а это… Это моя невесточка Сашенька и мой сын Юрий. Очень приятно, это ваш сын Юрий, да? Да, да. Ну, это самый главный для вас люди сегодня? Безусловно. Безусловно, нет, конечно, еще муж и мама, но дети, конечно, на первом месте все равно. Вот это та часть жизни, когда можно не смотреть на часы. Время не остановится, конечно, но эти минуты хотелось бы запомнить, особенно, когда начинает говорить Ариша. Она у меня самая любимая бабушка на планете и лучшая. Счастливое меня делает здоровье моих детей и внуков. Это самое главное. Да, это самое главное. Она замечательный человек, она очень женственная, очень чуткая. Она замечательная бабушка, хотя она воспитала одного сына. С девочками она очень хорошо справляется, очень их любит, заботится о них. Даже научилась делать прически, что не умела до этого. Юра, глядя на маму, вспоминает свое детство. Оно прошло в порту, в такой быстрой, шумной, очень доброй атмосфере. Мама всегда брала его с собой. Он запоминал и учился ее настойчивости и твердости. Она делает вид, что она строгая. Но в душе она очень чувственная. Она очень переживает. Переживает любые своих теперь уже большой семьи, которой присоединилась моя жена с детьми, с своими внуками. Она очень такой социально справедливый человек, вот можно так сказать. То есть для нее это, наверное, все-таки в первую очередь цель в жизни. Несмотря на то, что она хочет сама верить, что для нее цель жизни – это семья, дети и так далее, мы видим по ней, что если где-то осуществляется что-то, происходит какая-то социальная несправедливость, она бросается с головой в это и может там, ну, вплоть до того, что сутками заниматься каким-то делом, чтобы все-таки эту социальную несправедливость исправить. Все самое важное рядом, на протяжении жизни. Ценить это и есть понимать искренность главного и ощущать состояние счастья. Вы знаете, я думаю, что если женщина утром просыпается и хочется улыбнуться, независимо от того, что впереди очень много проблем, то она не может назвать себя несчастной. В чем ваша личная интонация? Вера в будущее. Глубокая вера в будущее. Просто хочу, чтобы было хорошо и знать, что так будет. У нее очень сильная убежденность в том, что сложность задач и правильность решений – это работа прежде всего над самим собой. Меняя себя, меняешь время. Это была история и личная интонация Ирины Черненко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова